Приветствую, братья и сестры. Рад быть сегодня с вами на этом служении, второй раз. Благодарю Бога, что мы живы и здоровы, и можем быть вместе в общении. Аминь. Как много из вас слышали в жизни такую фразу? По-английски она звучит так. I don't care. All the time говорят. Постоянно, правда? В разных, конечно, местах, в разном контексте, но мы часто слышим такую фразу. I don't care. По-русски. Мне все равно, мне безразлично. Кто-то говорит, мне все равно, что происходит вокруг меня. Мне нравится жить так, я буду так жить. Другой говорит, мне все равно, что будет после меня. Я сделаю, как мне понравилось, там хоть трава не расти. Кто-то говорит, что I don't care, что ты думаешь о мне или что думают о мне люди. Как я выгляжу, как я одеваюсь, как я разговариваю. Мне все равно, что думают о мне люди. Знаете, зачастую люди так говорят, чтобы этим показать какую-то, может быть, свою силу, может быть, влияние, смелость. Другие говорят так, когда кто-то меня начинает учить или говорить что-то. I don't care, что ты говоришь, да? Я этим показать, что ты мне безразличен, ты ничто, может быть, в моей жизни. Я допускаю, что, возможно, есть такие люди, которым, ну, в ихней жизни, ну, просто все равно. Им безразлично абсолютно все. Им в жизни ничем не напугать, их ничем не удивить. Ну, я думаю, есть такие люди без чувств, они почти, наверное, как роботы, да? Но я думаю, что большинство людей, по крайней мере, с тем, с кем я общаюсь, мои друзья, родственники, знакомые для всех моих людей, кого я знаю, очень важно, все-таки важно, как они выглядят, как я разговариваю, как они разговаривают. И очень важно в жизни, не очень важно, но все-таки важно в жизни, как мы, в каких отношениях друг с другом. И это вполне нормально, когда мы беспокоимся о том, как мы выглядим, какая у нас прическа, помытые мы, грязные, это все на своем месте. Недаром есть такая русская пословица, встречают падежки, а провожают по уму, да? Проблема, знаете, тогда, когда люди придают этому очень большое значение, придают значение тому, что подумают о мне другие люди, что скажут о мне люди. И все делают в том направлении, чтобы выглядеть, ну, прям очень хорошо, выглядеть на все сто, очень показаться хорошими в глазах людей и как-то не опозориться, чтобы понравиться другим и, может быть, даже чем-то удивить. Вспоминаю вот такой один момент из моей жизни. Когда мы приехали в Америку, это было в 96-м году, мне было тогда 18 лет, и, знаете, мигранты, те времена, кто приезжал, может быть, помните, что мы не так быстро становились на ноги, не было таких условий, таких услуг, возможностей, как сейчас. И чтобы как-то сэкономить денежки, мы шли на аукцион, брали машины, ремонтировали их, было такое. Многие проходили. Ну и чтобы как-то сэкономить, ехали, потом покупали запчасти на джанках и ремонтировали. И вот раньше интернетов не было, надо было либо звонить, узнавать, есть такая запчасть или нет, либо ехать туда. Ну, звонить, так как мы только приехали, звонить бесполезно, я их не пойму, и они меня не поймут. Надо было ехать на то место и вот с набором, может быть, в 100-200 слов, объяснить, какую деталь тебе нужна из машины, в которой, может быть, тысяча или две тысячи разных деталей. И вот пытались объяснять этому рабочему, что мне нужно, что я хочу купить. Иногда это получалось быстро, если какая-то деталь, которая очевидна, но порой надо было объяснять долго. И для меня, как для эмигранта, мне казалось, что, когда я подходил к этому кассиру, к этому рабочему, мне казалось, ну, там были в той комнате, в том магазине люди с Азии, люди с Мексики, с Африки, и мне казалось, что, ну, по ним видно, что они эмигранты. Если они по-английски не говорят, то это очевидно, это понятно. Ну, по мне, если будут видеть, что я по-английски не говорю, ну, скажут что-то с этим человеком не то. Мне так казалось. Я очень стеснялся подойти к этому рабочему и объяснить что-то, что мне нужно. Но мы ездили обычно с папой, и папа мне говорил, иди объясни. Он подходил, мне говорил по-русски. Я пытался жестами как-то объяснить, что мне надо. И говорил, спроси, что подешевле было. Многие, наверное, так делали, делают. Но надо было переступить вот этот момент, чтобы мне тяжело было так сделать, потому что я боялся, что, не то что боялся, а переживал, что на меня все смотрят, весь этот магазин смотрит, как я бэкал-мэкал по-английски и не мог объяснить. Но мудрые слова моего отца, он говорил, иди, объясни, что тебе надо. Максимум, что они могут сделать, сказать, нет, у нас запчасти это нет. Нет, мы тебе дешевле не продадим. Они тебя не побьют, они тебе ничего плохого не сделают, правильно? И вот с такой мыслью я шел и пытался объяснить, что мне надо. И когда мы покупали эту деталь, был радостен, что мы взяли ее, взяли ее с дискаунтом, и мы можем отремонтировать эту машину. Я сильно смущался, потому что думал, что все подумают на мне что-то плохое, что я не говорю по-английски. Но, слава Богу, мог преодолеть этот момент. Вскоре, помня эти слова папы, я переборол себя и мог уже, как бы бесстрашно, не сказать, что бесстрашно, а идти, говорить, общаться с американцами, с мексиканцами. Понимают они меня, не понимают, но я шел и добивался того, что мне надо. Я переступил это, забывая о том, что подумают о мне люди. Знаете, насколько мысли о том, что подумают о мне люди, и как я выгляжу в глазах людей, порою захватывает все наше внимание, всю нашу энергию, наши силы, что мы не в силах сопротивляться. Даже тогда, когда понимаем, что мы этим можем согрешить перед Богом. Хотел прочитать и поразмышлять над одной историей из Ветхого Завета. Я вначале думал взять несколько стихов, но думаю, что мы прочитаем, хотя это длинный отрывок, прочитаем его вместе. Это Первое Царство, 15 глава, 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Малик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саулу народ, и насчитал их тела ими 200 тысяч израильтян пеших, и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине, и сказал Саул Кеннеям, «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта и отделились Кеннеей из среды Амалика. И поразил Саула Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и валов, и откормленных ягнят. И все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные, худые истребили. И было слово Господа к Саулу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил, и опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа! Я исполнил слово Господа!» И сказал Самуил, «А что это за влияние вец в ушах моих и мычание валов, которые я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и валов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили!» И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью!» И сказал ему Саул, «Говори!» И сказал Самуил, «Немалому ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колена Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, «Иди и предай заклятию нечестивых маликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их!» «Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал это зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу, «Я послушал глаза Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Маликитского, а Малико истребил, народ же и из добычи, и из овец, и волов, взял лучшие из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале!» И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идол поклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтоб ты не был царем!» И сказал Саул Самуилу, «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтоб я поклонился Господу!» и отвечал Самуил Саулу, «Не ворчусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем!» И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство израильское тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя!» «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему!» И сказал Саул, «Я согрешил, но почти меня ныне, предстаречными народа моего, и пред Израилем, и воротись со мной, и поклонись Господу Богу твоему!» и возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Аминь. Достаточно длинный отрывок. Это такая история, я думаю, дети с воскресной школы помнят. Это негативный такой пример того, как, боясь плохого мнения людей, боясь того, что у Саула о него плохо подумают люди, это толкнуло его в грех на непослушание перед Богом. Он испугался, он подумал, что же подумает, если я вот все-таки истреблюсь вот до конца. Очень печальная история. Хорошо начал Саул, был скромным, послушным, старался делать, что Бог ему повелевал, но как-то ненадолго хватило этого Саула, ненадолго хватило, что Господь повелел ему делать его послушание. Господь его предупреждал, чтобы он полностью все истребил. Истребил окрестные народы, истребил и вот этого царя. Он так и делал. Он так и делал. Мы, если откроем главу раньше, он истребил несколько народов в 47 стихе. И утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми крестными врагами своими, с Моавом, с Аманитянами, с Едомом, с царями Совы, с филистимлянами. Везде, против кого не обращался, имел успех. Везде имел успех, и ничто вроде не предвещало беды. Но вот непослушание. Я думаю, у Саула появилась такая самоуверенность, что сколько я народов истребил, сколько в моем подчинении народов я уже что-то вешу в глаза Господних, я что-то значу. Я что-то значу перед Богом и могу принимать решение сам. Успех в сражениях с врагами, я так думаю, затмил ему понимание того, что он все-таки должен строго исполнять то, чему научен. Строго исполнять то, во что верил и то, что Бог ему повелел. Возможно, когда они сражались с Амаликом, народ говорил, Саул, ну посмотри на эти стада животных. Ну, как можно это истреблять? Смотри, какие они тучные, какие хорошие животные. Давай этот раз оставим. Саул говорит, но мы, Бог сказал все уничтожить. Ну, как можно такое уничтожать? Ну, сколько можно? Каждый раз одно и то же. Ну, надо же для себя немного. Ну, ладно, хорошо, согласился Саул. И вот они привели этих животных в стан. И когда Самуил встретил Саула, говорит, что это за влияние вес, я слышу. Все эти вопросы, которые Самуил спрашивал, Саул понял. Он осознал, что он согрешил. Но Саул не раскаялся. Он услышал приговор от Самуила, что Бог отверг царство твое от тебя. и прочитаном я не вижу какого-то раскаяния, как будто он такое как бы безразличие в этом отношении. он подумал, ну ладно, что отверг царство от меня. Но что люди, что люди и старейшины обо мне подумают? И он ухватился за одежду Самуила и просит, пойди со мной, пойди со мной почти меня перед старейшинами, чтобы люди не думали мне, что ты проиграл, с тебя снимают царство. И раньше мы читали, что он пошел на гору и сделал себе памятник. Человек стал думать о себе больше, чем он должен был думать о себе, чем он есть на самом деле. Саул, тебя Господь снял с царства, а ты пытаешься из последних сил выглядеть каким-то почтенным перед народом. Жаль, очень жаль Саула. Саулу не так было важно так, как я вижу, he doesn't care much. Он не сильно переживал об этом, не переживал о том, что царство от него отнято. Он переживает то, как он будет выглядеть перед народом. Знаете, эта история может иметь что-то общее может быть и в нашей жизни. Мы многие воспитаны в строгих строгости Слова Господня. Понимаем, как мы должны поступать, но находясь среди неверующих людей, можем подумать, не хочу я выглядеть как-то, ну, как говорят, белая ворона, не хочу выглядеть по-другому, как-то выделяться среди людей, чтоб люди смотрели на меня, чтоб люди, это может кто-то насмехаться будет, буду делать как все, понимая даже, что Богу это не нравится. Еще один пример из личной жизни, когда я учился в школе здесь, так получилось, что я захватил мой возраст, что я должен был учиться в хай-скуле в 11-12 классе. У нас был урок психологии. И вот на этом уроке психологии все должны были одно из направлений, все должны, все ученики должны были испытать гипноз. и сначала учитель рассказывал, что как это, как он влияет, как это работает и что я с вами буду делать. И вот он на следующий день принес магнитофон с записью, тогда еще кассеты были, помню, он вставил, включил и там идет степ-бай-степ, ступень за ступенью, как должны студенты или люди входить в этот гипноз. И я как христианин я понимаю, что мы не должны это делать, не можем это делать. И все студенты сидят, слушают и он спрашивает, все поняли, все готовы? Ну, я говорю, поднял руку, говорю, я не буду делать. Все студенты оп, на меня, кто такой, как ты не будешь делать? Ну, опять же, в то время я только как раз стал учиться, английского мало, я говорю, я христианин, я не буду это делать. Они еще что-то пытались говорить, я махаю, нет, я не буду делать. Потом он говорит, кто не будет делать, кто не хочет испытывать, не хочет испытать гипноз, можете сесть вот там в угол и ждите, пока это закончится. Ну, я пошел туда, смотрю, еще три девушки пришли и вместе мы сели, открыли Библию, стали читать и просто мы наблюдали, читая Библию, молились и наблюдали, как вот в классе как-то происходило, как и студенты ходили, засыпали и вот эта команда усыпила их как команда через магнитофон и потом они проснулись. То есть могут в жизни, в нашей жизни быть такие моменты, когда мы должны проявить, быть настойчивыми в том, чему мы были научены родителями, в церкви и не стесняться, не бояться, что как на нас посмотрят люди. Да, скорее всего, кто-то посмеялся надо мной, над теми девушками, с кем мы были в классе, но я знаю, что перед Богом я остался прав. Вспоминаю другой случай из Библии. Следующий царь, царь Давид, который был после Саула. Мы читаем, что царь Давид был рад, когда нашли ковчег. Этот ковчег они перевозили место, где был Давид, в определенное место, которое определили для ковчега завета. И вот ведут этот ковчег и Давид радуется. Мы прочитаем с 13 стиха. И когда Неший и Ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна, Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной фот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и плачущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. То есть посмотрела на Давида, это Милхола, это дочь первого царя Саула. Возможно, она привыкла к пышным, к роскошным, такому, к украшениям, к такой жизни, и все должно быть официально. И вдруг здесь Давид так себя ведет, не по-царски ведет, проявляя радость перед Богом, прославляя Бога, и она его уничижила. С 20 стиха, читаем дальше. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, я пред Господом играть и плясать буду. И еще я больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Может быть, по-царски он, как все цари, не должен был так поступать, да? Но Давид хотел показать радость перед Богом, перед народом, что он действительно рад, как он это не было наигранным, это было от души, что он показывал, радовался тому, что ковчег Господень возвращается в Израиль. He doesn't care. He didn't care. Ему без разницы было, как он выглядел. Ему было важно, как он выглядел перед Богом. Ему было важно, что перед Богом он проявлял, показывал вот эту радость. дай Господь, чтобы каждый из нас, прочитав вот эти два примера, взяли для себя урок, чтобы перед людьми мы не старались показаться вот такими правильными, или когда перед нами становится выбор поступить как положено, как люди привыкли делать, но этим идти против Господних заповедей или угодить Богу. Да поможет нам Господь, читай это слово, взяв для себя уроки поступать так. Аминь. Будем молиться. ответы. Спасибо.